площадь мирового океана составляет более 361 миллиона квадратных километров при этом он изучен всего лишь на 5 процентов а теперь представьте сколько тайн скрывается в глубинах мирового океана в этом ролике вы познакомитесь с самыми впечатляющими находками сделанными под водой приятного просмотра в 2015 году на территории колумбии с помощью подводного аппарата ремус 6000 был обнаружен испанский галеон сан-хосе боевое судно сан-хосе было построено в 1696 году оснащенный 62 пушками парусный корабль активно использовался во время вооруженных конфликтов после смерти испанского правителя карла второго однако подобных судов на вооружении испании было много поэтому на его крушение никто бы даже не обратил внимание если бы не ценный груз который находился на его борту но в день трагедии на корабле находилось огромное количество золота и серебра стоимость которого по современным меркам оценивается в 15 миллиардов долларов после окончания восстания сан-хосе часто курсировал между перу и испании перевозя различные сокровища конечно же это судно находилась под пристальным вниманием других боевых кораблей в итоге в день трагедии сан-хосе был атакован четырьмя английскими военными кораблями у берегов картахены в мексике однако капитан сан-хосе решил что сокровища не достанутся никому поэтому он лично подорвал хранилище пороха практически весь экипаж и драгоценный груз оказались на дне океана когда галеон все-таки был обнаружен на владение его сокровищами претендовали сразу три страны колумбия испания и даже сша этот спор длился очень долго и в итоге в 2019 году высшим трибуналом было установлено прекратить любые попытки поднять галеон на сушу до тех пор пока не будет точно выяснено какой именно стране принадлежат сокровища находящиеся на борту в 1974 году у берегов итальянского региона тоскана были обнаружены обломки древнеримского судна которая попала в кораблекрушение в 130 году до нашей эры спустя 15 лет к затонувшему кораблю отправилась первая экспедиция подводных археологов на борту затонувшего корабля они нашли множество очень ценных артефактов включая аптечку которая считается самой древней аптечкой среди всех найденных она представляла собой деревянный ящик внутри которого находились различные медицинские инструменты и надежно закрытые цилиндры называемые пиксис в этих цилиндрах содержалось пять таблеток диаметром 4 сантиметра древние пилюли были отправлены в лабораторию для исследования в результате которого ученые узнали их состав и предназначение внутри пиксисов находилось два вида таблеток первые из них были сделаны из множества натуральных растительных ингредиентов включая пчелиный воск и сосновую смолу а во вторых содержалось большое количество цинка поскольку первые таблетки были богаты витаминами и минералами ученые предположили что они использовались моряками в качестве добавки для профилактики различных болезней цинк содержащийся во вторых таблетках в древности считался полезным для здоровья глаз и кожи этот факт позволил ученым сделать вывод о том что эти пилюли применялись для лечения глазных болезней древняя аптечка стала очень ценным артефактом поскольку благодаря ей ученые получили информацию о том какими видами лекарственных средств пользовались люди более двух тысяч ста лет назад саргасово море считается самым уникальным среди всех остальных морей с точки зрения географии его нельзя назвать морем поскольку оно расположено прямо в атлантическом океане его границы определены не берегами а течениями которые вращают его по часовой стрелке саргасово море имеет площадь около семи миллионов квадратных километров она имеет форму вращающегося эллипсоида и расположена между бермудскими и подветренными островами на берегах океанических течений из-за очень странной формы течений которые встречаются в этом регионе вода в саргасово море почти всегда неподвижно однако несмотря на это на его территории очень часто происходили кораблекрушения а некоторые корабли бесследно исчезали например именно на этой территории исчез печально известный корабль призрак мария целеста и торговое судно розали моряки рассказывали друг другу легенды о кораблях призраках и даже морских чудовищах которые обитают саргасово море именно по этой причине моря пользуются дурной славой у моряков подводный фотограф таксин джейлан собрал свою собственную команду с которой он на протяжении 15 лет занимается исследованиями различных водоемов в 2016 году команда джейлана отправилась в экспедицию к озеру ван самому крупному озеру в турции исследователи уже давно хотели это сделать поскольку среди местных жителей ходили слухи о том что на дне водоема спрятаны руины древних построек и теперь они были готовы приступить к делу когда дайверы совершили погружение в предполагаемые точки нахождения руин они действительно нашли древнее сооружение которое они назвали замком по словам джейлана общая площадь этого сооружения составляет около одного квадратного километра а стены в некоторых местах возвышаются на три метра замок имеет прочную конструкцию и сложен в основном из тесаных камней интересно что на стенах сооружения команде джейлана удалось обнаружить рисунки львов эта особенность указывала на то что замок вероятнее всего был построен народом урарту который процветал на территории современной турции около трех тысяч лет назад изображение львов было очень популярно среди представителей этого народа озеро ван существует уже более 6000 лет со временем она становится все более и более крупным и глубоким около трех тысяч лет назад там где сейчас находится руины замка была суша но по мере наполняемости озера эта местность оказалась под водой когда именно каменное сооружение ушло под воду остается неизвестным в мае 2024 года недалеко от берегов японского острова окинава была обнаружена подводная лодка после ее идентификации стало ясно что это американская субмарина юсс хардер это дизель электрическая подводная лодка класса гейта была построена в 1943 году она была одним из главных стратегических объектов сша против японского флота в период второй мировой войны под командованием самуэля дили также известного под позывным убийца эсминцев юсс хардер совершила 6 успешных боевых походов в ходе последнего боевого похода в августе 1944 года юсс хардер вместе с другой субмариной обнаружила два японских корабля в заливе досол возле острова лусон подводная лодка успела выпустить три торпеды прежде чем была затоплена в результате атаки глубинными бомбами в тот момент на борту находились 79 моряков включая командира сэмюэля дили в течение 80 лет юсс хардер находилась глубоко под водой южно-китайского моря несмотря на это она неплохо сохранилась поэтому ее идентификация была произведена в кратчайшие сроки в 2023 году шведские ученые обнаружили масштабную утечку метана в самой глубокой точке балтийского моря ученые отмечают что утечка метана иногда может встречаться на неглубоких прибрежных участках в этом нет ничего опасного однако настолько интенсивного выхода газа и на столь глубоком участке еще не встречалась никогда утечка была обнаружена в ходе экспедиции следователей университета линеус и стокгольмского университета направленной на изучение лансордской котловины которая расположена в 30 километрах от прибрежного шведского города нюнесхам этот участок считается самой глубокой точкой балтийского моря эпицентр выброса метана находился на глубине около 400 метров площадь участка выброса составила примерно 20 квадратных километров профессор университета линеус марсела кетцер сообщил что на данный момент точная причина такого масштабного выброса метана остается неизвестной предположительно это может быть связано с накоплением морских отложений вызванным глубинным течением кроме того ученые не знают каких последствий следует ожидать после произошедшего поскольку такое количество газа может быть очень опасным сейчас ученые в ходе исследования затонувшего корабля недалеко от побережья юго-восточной тасмании подводные археологи встретились с весьма необычной рыбой главной ее особенностью были уникальные плавники которые напоминали лапы позднее выяснилось что дайверы обнаружили рыбу брачообсилус диантус известную также под названием красная ручная рыба впервые этот вид был открыт в 1947 году и он настолько редкий что с тех пор его представители видели всего несколько раз брачообсилус диантус имеют небольшие размеры в среднем длина их тела составляет 8 сантиметров их приплюснутое тело имеет красный окрас с более яркими пятнами того же оттенка в тасмане обитает четыре разновидности брахианитовых рыб в отличие от трех других своих родственников брачообсилус диантус не имеет плавательного пузыря по этой причине обычно они обитают на скалистом дне кроме того из-за своих уникальных плавников они способны плавать только на небольшие расстояния но зато своеобразные руки помогают им в охоте с их помощью рыбы могут набрасываться на свою добычу из укрытия в 1968 году дайверы джозеф мэнсон валентайн жак майоль и роберт ангов ныряя на глубину около пяти с половиной метров вблизи побережья северной бимини обнаружили странный объект дорожку состоящую из множества камней увидев это дайверы решили что совершили сенсационное открытие ведь эта дорожка выглядела так словно ее построили люди отчасти они были правы поскольку это сооружение до сих пор вызывает множество споров дорога бимини представляет собой 700 метров известняковых блоков которые были выложены в аккуратную дорожку все они имеют большие размеры и удивительную форму создающую впечатление того что кто-то подбирал их и оттачивал вручную но откуда же могла взяться это загадочная подводная дорога на этот счет существует множество теорий согласно одной из них дорога бимини является руинами мифологического острова атлантида никто из людей до сих пор не знает существовал или на самом деле этот остров или же он является не более чем выдумкой но несмотря на это многие исследователи продолжают попытки найти ее руины удивительно что возраст камней из которых состоит дорога бимини составляет около 11 тысяч лет и если верить диалогам платона атлантида существовала приблизительно в это же время кроме того среди камней таинственного объекта археологи обнаружили экземпляр на котором с двух сторон видны пазы для объединения конструкций а на 3 длинная продольная канавка в которую должен был входить шпунт другого блока несмотря на такие совпадения геологи все равно считают что дорога бимини была создана природой а не людьми в 2016 году недалеко от израильского города хайфа в хайфском заливе был обнаружен уникальный артефакт каменная табличка с надписями повествующими об одном из самых кровопролитных периодов в истории израиля ученые предполагают что артефакт является лишь частью одной большой скульптуры его возраст составляет более 1800 лет определить это было несложно поскольку надписи на этой плите говорят о том что она была высечена во времена шимона бар кухба восставшего против римского императора адриана управлявшего во втором веке до нашей эры иудеем во время этого восстания погибло более 580 тысяч евреев этот артефакт представляет невероятную ценность не только для археологов но и для историков по двум основным причинам во первых нигде ранее не встречалось подробности еврейского восстания против римского правителя а также имени человека который спровоцировал начало этого кровопролития а во-вторых на плите несколько раз встречается название этого региона как иудея в летописях тех времен слова иудея встречается очень редко поскольку римский император адриана стер это имя из всех официальных отчетов сейчас ученые сосредоточены над дальнейшей расшифровкой надписи на этом камне поскольку благодаря ним историки смогут узнать множество подробностей о кровопролитии в израиле во втором веке нашей эры вблизи побережья греческого острова закинтос туристы обнаружили странный объект который представлял собой каменное сооружение форме кольца с отверстием по центру люди решили что эта находка может быть как-то связано с древними цивилизациями и поэтому обратились за помощью к археологам конечно же это открытие заинтересовало ученых объекты действительно выглядел необычно и был совсем не похож на творение природы кроме того вблизи этой находки находились круглые камни которые напоминали дорожку ведущую к сооружению чтобы разгадать загадку этого объекта подводные археологи провели его детальное исследование однако его результаты говорили о том что это сооружение все-таки не является рукотворным по словам ученых таинственное круглое образование вблизи острова закинтос было создано не человеком а природой такую необычную форму этот объект получил благодаря сульфатридицирующим бактериям которые поселились в осадочных отложениях и прекрасно чувствовали себя под водой за счет большого количества метана просачивающегося через трещины в морском дне деятельность микробов изменила химию отложений создав благоприятные условия для образования богатых магнием карбонатных горных пород называющихся доломитами со временем при всех этих факторах доломиты формировались форме круглых пластин с пустым центром это находка доказывает что наша природа может творить настоящие чудеса в 2012 году в мексиканском заливе в южной части штата вера круз археологи обнаружили таинственные артефакты необычной формы в области основания у каждого из объектов находится сужающийся цилиндр над основанием имеется три стороны разделенные углубления на каждой стороне вырезаны две прямоугольные сложенные фигуры с в-образными выемками в центре навершия в нижней части каждого прямоугольника есть надрез зубчатой формы верхней части у каждого предмета находится сужающийся конус выступающий из верхнего ряда расщелин длина артефактов составляет 8 с половиной сантиметров все они были выполнены из пятнистого оранжево-коричневого и белого жадеита долгое время ученые не могли понять что же это за предметы и для каких целей они использовались позднее профессор калифорнийского университета карл вент предположил что артефакты были связаны с религиозными ритуалами культуры майя они могли использоваться в качестве кровостока во время жертвоприношения кроме того вент предположил что эти предметы изображали кукурузные початки и имели сакральный смысл кукуруза являлась основным источником питания для коренных жителей этого региона поэтому это злаковое растение часто связывалось с божествами археологи относят эти артефакты к среднему периоду становления альмеков жадеитовые початки кукурузы являются уникальными предметами поскольку подобных объектов альмекской иконографии с использованием трехмерного подхода до этого еще не было обнаружено глубины океана достаточно часто преподносит ученым сюрпризы и на этот раз океанологам удалось обнаружить очень странный объект находящийся на глубине более 3000 метров в 2023 году канадские ученые участвовали в экспедиции сейскейп аляска 5 ходе которой они должны были исследовать глубины тихого океана вблизи полуострова кинай на аляске сейчас у ученых есть множество современных инструментов которые помогают им изучать самые труднодоступные участки для исследования огромной глубины канадские океанологи использовали специального робота который оборудован камерой и захватом благодаря этому прибору ученые обнаружили блестящий объект который был окрашен золотистый цвет и имел форму яйца с отверстием по центру ни о чем подобном науке еще не было известно поэтому участники экспедиции решили поднять свою находку со дна они приблизили вакуумный захват к объекту а затем аккуратно отсоединили его от скалы осмотрев золотое яйцо океанологи пришли к выводу что оно может являться яйцом неизученного глубоководного обитателя или же новым видом океанских губок к сожалению на сегодняшний день блестящая оболочка остается единственным подобным экземпляром поэтому пока что точно идентифицировать этот объект невозможно представьте себе что вы решили совершить погружение на дно очень глубокого озера внезапно ваше внимание привлекли странные цветные объекты расположенные на дне водоема вы подплываете поближе к ним и понимаете что это гномы конечно же это не настоящие гномы а всего лишь садовые но согласитесь даже в этом случае это выглядит очень необычно именно с такой картиной сталкиваются дайверы которые посещают самое глубокое озеро англии востватер это озеро находится в озерном крае камбрии в очень живописном районе его максимальная глубина составляет около 80 метров это место уже давно привлекает дайверов со всего мира но после того как на дне вестватер появились садовые гномы желающих полюбоваться этой уникальной достопримечательностью стало еще больше говорят что такой наплыв дайверов привлек внимание полицейских и часть садовых гномов пришлось вытащить из воды поскольку власти опасались гибели неопытных ныряльщиков однако дайверы были не согласны с таким решением и начали привозить с собой фигурки гномов и устанавливать их на дно конечно такое место привлекательно для туристов но сад гномов находится на глубине 48 метров а для неопытных дайверов такое погружение является очень рискованным на самом деле известно несколько случаев гибели ныряльщиков на этом участке поэтому посещать это место лучше только в том случае если вы уже давно занимаетесь дайвинг акулы призраки относятся к химерообразным хрящевым рыбам и на самом деле не являются акулами эти рыбы обитают на мандериковых склонах и океанических хребтах на глубине более 500 метров поэтому встретиться с ними очень сложно акулы призраки считаются одним из древнейших рыб доживших до наших дней химер также называют рыбами крысами из-за их необычного внешнего вида у акул призраков очень большая голова которая занимает почти треть общей длины рыбы а также короткая морда огромные зеленые глаза и длинный тонкий хвост напоминающий иглу еще одна особенность этих рыб широкие грудные плавники считается что такие плавники могут быть связаны со способностью рыбы маневрировать по скалистому дну с высоким рельефом в 2018 году представитель этого рыба вид был обнаружен на глубине более 700 метров недалеко от берегов таиланда хотя ранее в этом регионе акулы призраки никогда не встречались длина этой особи составляла 50 сантиметров исследования рыбы показали что она не относится ни к одному из 53 разновидностей химер а это значит что ученым удалось открыть новый вид акулы призрака эта находка в очередной раз доказывает то что науке очень мало известно о морской среде и предстоит еще многое изучить летом 2019 года группа подводных исследователей из морской исследовательской лаборатории кипрского университета недалеко от побережья кипра обнаружила обломки древнего римского корабля по словам руководителя этой экспедиции возраст затонувшего корабля составляет не менее двух тысяч лет удивительно но несмотря на то что корабль находился под водой более двух тысячелетий он отлично сохранился сохранился и груз который перевозили на борту этого судна рядом с кораблем исследователи обнаружили очень много амфор которые в основном были изготовлены из керамики или терракоты кувшины имеют узкое горлышко и две ручки по боковым сторонам такие сосуды использовались для хранения оливкового масла зерна и вина департамент древности кипра отмечает что торговое судно вероятно принадлежало торговцам из сирии и килики средиземноморском регионе подводные археологи очень часто обнаруживают следы древних кораблекрушений но только малая часть из них представляет такую ценность как эта находка благодаря тому что корабль сохранился в отличном состоянии у ученых и историков появилась возможность получить дополнительную информацию о торговле во времена римской империи и важности кипра как римского торгового порта на дне океана скрывается не только множество неизученных глубинных обитателей но и самые загадочные геологические образования одним из таких является монумент йонагуни в 1986 году японский дайвер по имени аратаке исследовал океан вблизи острова йонагуни он хотел понаблюдать за тигровыми акулами но вместо них он обнаружил огромные камни необычной формы этот странный объект с ровными прямоугольными террасами и выступами напоминал многоступенчатую пирамиду и не был похож на природное образование находкой дайвера сразу же заинтересовались ученые они назвали этот загадочный объект монументом йонагуни его природа оставалась неизвестной и вызывала множество споров по причине необычной формы некоторые ученые считали что монумент йонагуни может являться мегалитическим сооружением которое оказалось на дне океана после природной катастрофы однако большинство геологов были непреклонны и продолжали утверждать что этот объект был создан природой монументом йонагуни заинтересовался и профессор морской геологии и сейсмологии масса аки кимура он посвятил изучению этого образования более десяти лет в ходе исследований он находил камни с различными изображениями примитивные каменные скребки и другие артефакты все эти особенности позволили профессору сделать вывод о том что монумент йонагуни был рукотворным масааки кимура считает что таинственный объект является частью огромного города древней цивилизации который был затоплен однако несмотря на множество доказательств этой теории другие ученые продолжают утверждать что монумент йонагуни является геологическим образованием возрастом в несколько сотен миллионов лет и идентифицируют его как террасовое образование бермудский треугольник признан самым аномальным участком на всей нашей планете и все потому что на его территории очень часто бесследно исчезают как морские так и воздушные суда ученые объясняют это природными особенностями данной местности а именно большим количеством отмелей и частыми сменами погодных условий одним из кораблей среди пропавших в зоне бермудского треугольника было угольное судно сс катапакси 1 декабря 1925 года это судно вышло из порта южной каролины и отправилась на кубу в тот день на борту корабля находилось 32 человека как выяснилось позднее в момент когда сс катапакси достиг зоны бермудского треугольника капитан судно пытался подать сигнал о бедствии однако он так и не был передом в итоге корабль вместе со всеми людьми находившимися на борту исчез без следа этот инцидент стал одним из самых известных среди всех связанных с бермудским треугольником даже стивен спилберг в 1977 году снял свою картину про пришельцев близкий контакт третьего рода где в одной из сцен было показано это судно спустя практически 95 лет с момента этой трагедии обломки сс катапакси были обнаружены дайвером эллом перкинсоном однако даже это не помогло установить точную причину кораблекрушения бермудском треугольнике в 2021 году подводные археологи занимались раскопками древнего затонувшего города гераклеон на средиземноморском побережье египта этот город был основан предположительно в восьмом веке до нашей эры с 6 по 4 век до нашей эры гераклеон был процветающим городом но после основания александрии он пришел в упадок а восьмом веке нашей эры произошло сильное землетрясение с цунами и гераклеон оказался под водой в ходе раскопок на месте руин древнего города археологи обнаружили затонувший античный корабль а также остатки кладбища место захоронения было найдено при обследовании подводной возвышенности протянувшийся вдоль того места где в древности располагался северо-восточный канал на кладбище археологи обнаружили большое количество жертвенных предметов выполненных из греческой керамики благодаря этим артефактам ученым удалось определить что кладбище датируется четвертым веком до нашей эры то есть оно было построено еще до того как началась эпоха птолемеев уже тогда в гераклеоне жили не только египтяне но и древние греки греческие торговцы полностью контролировали ввоз и вывоз товаров через западный рукав нила на территории города также было построено несколько святилищ древнегреческих богов это открытие доказывает что грекам было разрешено не просто населять египетские города но и активно участвовать в торговле и строительстве городов во время длительной экспедиции побережья эквадора ученые обнаружили целую систему гидротермальных источников скопление древних дымовых труб разбросаны вдоль участка морского дна протяженностью около 600 метров на западном краю подводного вулкана лос уэльос из некоторые из этих труб можно назвать настоящими гигантами ведь они возвышаются на 15 метров над морским дном ученые были приятно удивлены когда рядом с гидротермальными источниками они обнаружили невероятно разнообразный животный мир среди морских обитателей поселившихся среди дымовых труб были 15 видов о существовании которых в этом регионе ученые даже не подозревали например ученым удалось найти моноплокофоров маленьких моллюсков которые практически не изменились в процессе эволюции гидротермальные источники представляют собой подводные гейзеры созданные тектоническими плитами морская вода проникает в трещины нагревается земной магмой а затем выделяется через гидротермальные источники вместе с различными минералами вода выходящая из отверстий дымовых труб может достигать невероятных температур более 350 градусов цельсия и хотя это очень высокие температуры вода не закипает поскольку это невозможно из-за высокого давления воды антикитерский механизм является пожалуй самым загадочным и удивительным артефактом среди всех когда-либо обнаруженных в воде знакомство ученых с этим предметом началось еще в 1901 году когда на дне ионического моря вблизи греческого острова антикитера было обнаружено древнее затонувшее судно спустя год с одном моря были подняты его обломки вместе со множеством артефактов включая необычный камень с шестеренками к сожалению тогда ученые не обратили внимание на этот объект поскольку не знали что это такое для чего это нужно только спустя почти 50 лет его изучением занялся английский историк дирек джон д соло прайс с помощью рентгеновского исследования он установил что механизм мог использоваться в качестве календаря позднее дирек прайс также заметил что при помощи механизма можно отслеживать положение солнца луны и других планет после этого открытия антикитерским механизмом заинтересовались и другие ученые многие из них пытались воссоздать копию устройства но наибольших успехов в этом достиг специалист по изучению механизмов майкл райд он подтвердил выводы прайса о предназначении прибора и также добавил что механизм способен выполнять арифметические действия и учитывать эллиптичность орбиты движения луны в 2021 году ученым удалось создать максимально приближенную копию оригинального механизма благодаря тому что к этому времени было найдено еще 29 шестеренок и теперь мы можем знать что антикитерский механизм представлял собой деревянный ящик внутри которого находилось 37 шестеренок а по бокам располагались циферблаты лимбы концентрические кольца и стрелки для запуска механизма использовалась ручка находящийся на боковой стенке при помощи этого механизма древние ученые могли предсказывать как минимум 42 астрономических события и выполнять различные арифметические операции это устройство можно считать самым древним аналогом вычислительной машины кстати его возраст составляет 2100 лет совсем недавно в ходе очередной подводной экспедиции в антарктиде ученые обнаружили шокирующую находку с помощью глубоководного аппарата им удалось получить снимок таинственного подводного комплекса огромное сооружение с множеством светящихся окон не было похоже ни на одну постройку созданную людьми что это такое никто не знает кроме того ученые стараются тщательно скрывать более подробную информацию об этом объекте на самом деле антарктида является идеальным местом для постройки сверх секретных объектов поскольку этот континент практически необитаем а если учитывать то что этот комплекс расположен еще и под водой то шансы на его обнаружение были близки к нулю но как видите совершенно случайно ученые все же запечатлели это сооружение могло быть построены инопланетянами или же все таки она является секретным стратегическим объектом какой-то страны сожалению точное предназначение комплекса мы вряд ли когда-нибудь узнаем а на этом у меня все если вам понравился этот ролик не забудьте оценить его подписаться на канал и нажать на колокольчик для меня ваша активность это лучшая награда спасибо за внимание скоро увидимся пока